Приветствую вас дорогие зрители канала Ческом.ру и в этом ролике мы подведем итоги чемпионата мира по Блицу. И как мы видим на экране, по итогу решающего 21 тура первое место поделили сразу три шахматиста. Максим Вашилограф, Янг Шиштоф Дуда и Али Реза Феруджа все три участника набрали по 15 очков из 21 возможного. Но по регламенту турнира матч тайбрейк играется лишь между двумя шахматистами, чьи коэффициенты по итогу турнира выше. И этими счастливчиками оказались Максим Вашилограф и Янг Шиштоф Дуда, а Али Реза Феруджа, который имел коэффициент пониже, занял почетное бронзовое место. И первые две партии очного тайбрейка между Максимом и Яном Шиштофом Дудой завершились ничью и теперь играется матч до первой победы. В случае победы одного из участников матч завершается и победитель становится чемпионом мира по блицу. Тайбрейк игрался с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход. Лаграф начал партию ходом Е2-Е4, черные подхватили симметричным образом Е7-Е5. И после ходов конь Ф3, конь С6, слон Б5 на доске возникает излюбленный дебют Максима Вашилографа, а именно испанская партия, которую мы неоднократно видели в матче на первенство мира между Яном и Магнусом. Черные спрашивают документы, белые уводят слона на край доски, конь Ф6. Короткая рокировка и черные развивают слона на достаточно скромную позицию на поле Е7. Как раз пришло время защитить пешку Е4 и образовать неплохую пешечную цепь. А черный тем временем нападает на белопольного слона, заставляя его уйти на поле Б3 и ход Д6. Таким образом, Ян Кшиштов Дуда открывает дорогу для белопольного слона. И тут вместо хода А4, который, например, неоднократно встречался в матче между Яном и Магнусом, после чего Магнус отвечал обычно в этой позиции хода ЛДБ8, белые менялись и возникала такая упрощенная позиция. Но в этот момент Максим Вашхилограф как будто недостаточно поел на завтрак, сыграл А2, А3 и не дотянул пешку до поля А4. Но на самом деле ход А3 также довольно популярен. Белые ставят пешку на такую позицию. В случае, если черные нападут на белопольного слона ходом коня А5, слона можно будет спрятать на поле А2. Но пока что Дуда играет 2-0, завершая развитие королевского фланга. Белые развивают ферзь его коня. И здесь Ян Кшиштов Дуда берет и ставит добровольно коня на начальную позицию. Но не просто так, естественно, он это делает, а с идеей где-то в будущем открыть дорогу для своей пешки С, что пешку можно было поставить на С5, чтобы данная пешка контролировала ключевой пункт Д4, а уже коня можно будет вернуть либо на С6, либо через Д7 поставить его на Б6. Или, возможно, если пешка на С5 не пойдет, коня перевести уже на С5. А белые пошли слон Д2, развивая последнюю свою легкую фигуру. Конь Д7, А4. Максим Вашилограф подбивает черного пехотинца на поле Б5, а черные отправляют пешку вперед, играют Б4. И белые радостно прыгают конем на отличную позицию на поле Д5. Теперь у черных серьезная проблема. У них висит пешка на Б4, поэтому черным приходится защищаться либо ходом С5, либо ходом А5. Но Дуда выбирает второй вариант. Защищает именно свою пешку на Б4 крайней своей. И белые играют С3, подбивая пешку на Б4. Ну, ходов у черных здесь немного. Черные, естественно, меняются. И белые пробивают на С3 слоном. И теперь у белых возникает отличный объект атаки. И это пешка А5. И, конечно, Лаграву здесь явно захочется в будущем пойти в Ферзь Д2, напасть на пешку А5. И, возможно, даже пойти где-то в будущем. Конь Е1, Конь С2, Конь Е3, Конь С4. Выглядит все долго, но такая идея, я думаю, у Лагравы имелась. А Дуда, тем временем, сделал очень сильный ход. Сыграл Конь С5, открыл дорогу для белопольного слона. И задал вопрос белопольному слону Максима Вашилограва. Лаграв разменялся на Эфри с Шахом. Не было никакого практического смысла съедать слона на поле Е7. Слон на Е7 является очень пассивной фигурой, которая упирается во все свои другие фигуры. Поэтому, естественно, Коня здесь съесть выгоднее белым. И поставить своего мощнейшего белопольника на поле Д5, нападая на черную ладью. Здесь у черных ходов немного. Ладью на Б8 поставить плохо, потому что сразу пешка на А5 вариантах подвисает. И черные ладью убирают на поле А7. И белые играют в Ферд С2. Спросите вы, почему белые не сыграли, например, в Ферд С2? Не напали на пешку А5, подводя новую фигуру в игру? Но на ход Ферд С2 у черных есть очень неплохая опция. Это ход слон Б7. И на размен белопольных слонов черные забирают конем. И таким образом контролируют пешку на поле А5. А если белые не забирают слона на поле Б7, а съедают на А5, то в таком случае партия быстро заканчивается. После хода Конь Б3 черные объявляют тройную вилку на Ферзя, ладью и слона. И партия завершается победой Яна Кшиштофа Дуды. Но Лаграф в итоге сыграл Ферд С2, соединил между собой тяжелые фигуры, а именно ладьи. Черные сыграли слон Ж4 и белые ответили сильнейшим образом Д3-Д4. Если бы здесь Ян Кшиштоф Дуды съел бы коня на поле Ф3, белые, естественно, не съели бы белопольного слона, ухудшая положение явно своего короля, а съели бы коня на поле С5. И оказалось бы, что здесь белопольный слон под боем, нужно было бы тратить время на его отступление. Ну, тогда белые могут пойти С6, могут пойти СД, могут даже пойти Б4 и образовать себе отдаленную проходную пешку по вертикали А. И поэтому на ход Д4 в этот момент черные разменялись, пейца упростилась, конь бьет Д4. Теперь уже, говорит, очень неприятный для черных ходец конь С6 с вилкой на Ферзя и черную ладью. Поэтому черные срочно возвращают белопольного слона на поле Д7. И белые сыграли конь Б5. Чуть точнее белым было пойти Б3, чтобы пешку поставить на данную позицию, укрепляя пешку на А4. Но белые в формате блица поспешили сыграли конь Б5. И последовала серьезная ошибка уже со стороны польского гроссмейстера. Черным следовало просто ладью поставить на поле А6, на единственную клетку для отступления. А ход слон бьет Б5, который последовал, оказывается, что ведет просто к очень неприятной позиции. После АБ с одной стороны у белых возникают сдвоенные пешки, но отличная игра по вертикали А и штурм пешки А5 на ферзьевом фланге. Черные в итоге разменялись на С3. Пешка на А5 уже серьезно подвисает у Яна Кшитофа Дуды. И он играет А5 на А4. Ферзь Е3, ферзь Б8. Пешка на Б5 подвисает уже у французского гроссмейстера. И белый играет слон С6. Возникает вот такая позиция. И что можно сказать, что у белых явное преимущество. Мощнейший слон на поле С6, который явно ограничивает вражеские фигуры, контролирует отлично пункт А8, не пускает никого на Е8. Естественно, здесь у белых отличный перевес. И отличные также шансы в этой партии на успех. Но, конечно, никто здесь сдаваться не будет. Черный играет в ферд Б6, усиливая положение главной своей тяжелой фигуры. А белый подводит новую фигуру в игру. Ладья А на Д1. Ладья Б8 и Е5. Очень сильный прорыв в центр доски демонстрирует Максим. И на самом деле играть черным очень противно. На самом деле черным следовало эту пешку съедать. На что белые, скорее всего, съели бы в ответ. Конь Е6. Ладья Д7 все равно поица очень противная. И на секундах в Бридсе очень тяжело такую поицу держать. Особенно, когда у соперника безумно сильные фигуры. А Дуда здесь ошибся. Сыграл Конь Е6. И добровольно просто отдал пешку. Белые разменяли ферзей. И перешли вот в такой мы эншпилек. Черные сыграли А3. Чтобы как можно быстрее избавиться от одной пары пешек. Поменялись, поменялись. И ход Ж2, Ж3 последовал от Лаграва. Ж6. Возникает такой эншпиль, в котором у белых очень высокие шансы на успех. И черными держать эту поицу практически невозможно. Потому что у белых мощнейший белопольный склон. А у черных есть определенные проблемы с активизацией собственного коня. Ладья Б1. Очень грамотно здесь действует француз. Ладья А1. Сильнее в этой позиции было просто пойти склон Д5. Слона поставить на отличную позицию. Таким образом централизовать его. И спокойненько, неторопливо толкать свою проходную пешку. Бэк. В поле превращения. Но белые сыграли ладья А1. Немного ошиблись. Конь Д8. И слон Д5. Конь теперь черных парализован. Никуда уходить он не может. Пешка на поле Ф7 подвисает. Король Ф8. Ладья А идет на поле А7. А черные тем временем подвязывают белопольного слона белых. Естественно, здесь Лаграв не может бить пешку на поле Ф7. Так как черные предварительно меняют ладей. А потом уже съедают слона на поле Ф7 своим конем. И черные побеждают. Поэтому на ход ладья Д3 белые сыграли король Ж2. Подтягивая короля в игру. Король Ж7. Слон С4. Поменялись. Поменялись. Нельзя ходить конь Е6 ввиду того, что белые просто съедают. И нельзя брать ввиду связки. Партия завершает с победой белых. Черные избавляются от связки ходом короля Ф6. А белые играют Б6. Нельзя брать пешку ввиду потери коня на поле Д8. Ладья черных перегружена. Черные сыграли конь Е6. Белые Б7. Ж5. Слон Е6. Съели королем. И ладья Ц7. Абсолютно выигранное окончание. Черный король не вправе идти на поле Д6 ввиду потери пешки на Ф7. И весь королевский фланг черных падает. Черный играет Х5. Король Ф3. Ф5. И очень грамотный ход. Решающий от добивания. Х2. Х4. Таким образом. Белые ослабляют весь королевский фланг черных. Черные сыграли король Д6. Ладья Х7. ЖАЖ. ЖАЖ. Одна пара пешек у нас поменялась. Король Е5. Король Е3. Белые задают оппозицию черному королю. Ладья Д8. И после хода Ладья Б8 признал свое поражение польский гроссмейстер. И таким образом. Янг Шиштов Дуда терпит поражение. И Максим Вашлелограф впервые в карьере становится чемпионом. Миром по блицу. С чем мы Максима собственно говоря и поздравляем. Здесь черные сдались. Можно было потерять Ладья Б8. Но в таком случае белая Ладья вернулась бы с гордостью на поле Х7. Но белых две лишние пешки в окончании. Абсолютно выигранная позиция. Поздравляем Максима. Желаю ему также дальнейших успехов. И благодарю Вас за просмотр. Не забывайте также подписаться на канал. И всем хорошего дня. Продолжение следует.